Нихао, люди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.ua предлагает вашему вниманию видеообзор 5-дюймового смартфона, имеется в виду именно экран, и модель называется i9220, производство компании Zoho. И начнем мы, как всегда, с комплектации внешнего вида анбоксинга телефона. Он поставляется в такой коробке, сейчас у нас в обзоре телефон белого цвета, хотя на коробке нарисован черный, ну зачем заморачиваться делать коробки под разные цвета, правильно? В комплекте идет, собственно, сам телефончик, но к нему мы вернемся попозже. Далее в отдельном такой ячеечке идет сразу вся комплектация россыпью. В комплекте идет у нас стерео супер-мега-пупер гарнитура, но на самом деле она такая очень опосредственная, если вы действительно хотите слушать музыку с этого телефона, то лучше купить более качественную штучку. Блок питания сразу на нашей розетке, ну это плюс. Далее идет USB кабель для подключения телефона к компьютеру и его зарядке. Обычная классическая, опять же, штуковина для телефонов Android. Mini USB и USB. Идет в комплекте дополнительный аккумулятор, один я уже вставил в телефончик. Собственно, емкость аккумулятора составляет у нас, составляет у нас и составляет, может быть, с другой стороны написано, да, 2180 мАч. Это емкость и в комплекте идут две батарейки. Далее идет мануальчик, Android, инструкция о пользовании на китайском, это, наверное, будет китайский язык, английский язык. То есть, опять же, небольшого уровня овладения английским языком будет достаточно, чтобы ознакомиться с этой инструкцией, потому что здесь есть у нас картинки, navigation, набор номера, твиттер, электронные книги, task killer и так далее, в общем. И в качестве бонуса, опять же, идет у нас защитная пленочка. Ну, вещь нужная, несомненно. Именно под этот аппарат с вырезами под кнопку, под датчики и под внешний, точнее, внутренний динамик. И теперь перейдем к обзору непосредственно самого аппарата. Эта модель называется A11-10220, зохло в белом цвете и имеет диагональ дисплея 5 дюймов. Ну, тут, если быть точным, немножко даже больше. В обзоре, как я и говорил, представлен телефон белого цвета. Вокруг дисплея, опять же, пластиковая белая вставка. В верхней части есть фронтальная камера для видеозвонков, два датчика. Датчик приближения, который блокирует телефон во время разговора. И датчик освещенности подстраивает яркость дисплея под окружающую среду. За такой вот металлической вставочкой. Решеточка у нас внутренний динамик защищает от пыли, влаги и так далее. Это вставочка. Внизу у нас три кнопки. Две из них сенсорные, стандартные, андроидовские. Это вызов контекстного меню, клавиша назад. И кнопка домой, она уже механическая, опять же, имеет вот такую вот вставочку под металл. Ну, то есть, достаточно удобно. Мы видели эту штуку уже в телефонах Samsung. Что касается задней части аппарата, то она целиком белая, имеет рифлистую такую рифленую поверхность. Ну, не оставляет никаких отпечатков. Достаточно качественно, ну, классно, даже на ощупь приятно. Что касается этой надписи Samsung, то, в принципе, вы можете встретить поставки с надписью Android. Android, Samsung, это надпись, она уже по запросу клиента клеится. Какую вы хотите здесь написать, такая и будет. У нас же мы телефоны взяли как Samsung с надписью. Это High Copy, считается более, честно скажу вам, дорого это. Задняя камера, она на 8 Мп. Снимки получаются классные, действительно, у нее. Но мы это еще посмотрим. Светодиодная вспышка. Внешний динамик уже отсюда играет у нас музыка. И здесь у нас, конечно же, антенка с телевизором. Но, на самом деле, поскольку она некоторым вообще не нужна, но она здесь и не мешает, потому что с передней части и снизу ее вообще незаметно. Если с задней части посмотреть, то видно, что здесь что-то есть. То есть, как в качестве бонуса ее использовать, ну, классно, пригодится. И что касается у нас по периметру телефона, здесь у нас металлическая вставка. Она у нас серебряного цвета, то есть сделана под металл. Опять же, в нижней части 3.5 MiniJack Audio выход для подключения наушников, колонок и так далее. MicroUSB для зарядки телефона и для подключения его к компьютеру. Опять же, антенна, антенна. Справа у нас качелька регулировки громкости. В верхней части кнопка включения, кнопка питания. А также она блокирует телефон. Слева, в принципе, ничего у нас нет, никаких функциональных клавиш. Задняя крышка, еще можно заметить, здесь небольшой такой вот выемку. Она служит для снятия вот этой вот задней крышки непосредственно. Здесь у нас батарейка представлена, два слота для сим-карточек и для карт памяти. Вот microSD у нас отдельный слот. Телефончик поддерживает до 32 гигабайт карты памяти. Абсолютно без проблем. То есть, расширить внутреннюю емкость аппарата. И закидать туда море фильмов, музыки и других мультимедийных файлов. Можно же без проблем на эту карточку. Чтобы закрыть заднюю крышку, надо немножко здесь постараться, потому что она не маленькая. Надо попасть во все пазики, тогда она плотно прилегает, не ездит. То есть, нет никаких люфтов и крепко держится. Вот теперь, что касается самого телефона. Как видно уже по экрану блокировки, это четвертый Android. Чтобы разблокировать, надо вот так вот проточить на замочек. И мы попадаем на главный рабочий стол. Здесь у нас их сразу несколько, если быть точным, 5 штук. На каждой из которых можно установить свои виджеты, свои ярвычки, свои папки посоздавать. Ну и вверху у нас априори, тут так, на строка поиска Google. Причем с учетом и голосового года. Здесь у нас она есть. В верхней части телефона, четвертого Android. Это уже привычная, опять же, штуковина. Есть меню быстрого доступа, где можно подстроить яркость. Сделаем поярче. Таймер отключения, автоповорот. Ну, такие основные средства связи. От GPS, Bluetooth, Wi-Fi, передача данных к мобильным операторам. И режимы. Можно быстро переключиться в беззвучный режим. И выбрать режим, например, на улице или совещание. Также здесь у нас выдается дата и меню сообщений, куда приходят сообщения сервисные. Что касается телефона, например, там загрузка какой-то игры. Здесь будут показаны этапы загрузки, на сколько процентов она выполнена. Или пришел сообщение SMS от вашего друга, приятеля. Сюда также оно придет, можно быстро с ним ознакомиться. И вот эта вот строка поиска голосового, она у нас поддерживает голосовой. Вот, если нажать на микрофончик и попробуем там поискать, например. Лучший мобильный телефон из Китая. Вот у нас был обработан запрос. Сразу же открылся у нас строка поиска. Через Google у нас ищут у нас мобильные телефоны из Китая. Ну, отлично. То есть, все-таки здесь, вот, даже есть сайт наш, bestandroid.com.ua. И как раз статья очень интересная подборка лучших моделей на этом процессоре. На MTK6575 на платформе. Как этот телефон. Ну, да ладно, не об этом сейчас. То есть, строка голосовая работает. Классная штука. Далее, что касается характеристик, наверное, начнем с них, этого аппарата. И чтобы там не рассказывать что-то лишнее, не обманывать вас. Вот я закачал программы, которые непосредственно тестируют. Тестируют железо телефона. Я думаю, самая простенькая, которая подойдет нам и быстренько покажет результаты. Это будет NT2. Это бенчмарк, который тестирует наш аппарат. Установим наш NT2 бенчмарк. Вот идет так процесс установки. Это процесс установки с внутренней памяти телефона. Я закачал устилляционный файл. Нашел его через проводник файловый. И нажал установить. Все. В принципе, теперь найдем наш ярлычок. Вот он. Зажал вот так вот пальцем. Можем его перенести на наш рабочий стол. И запустить эту программку. Эта программка покажет... Там на коробке, где угодно, может написано, конечно, разные быть штуки. Но эта программка покажет нам... Сейчас, кстати, я... Эта программка покажет нам характеристики и сведения об аппарате. Итак, модель телефона A9220. Бренд LPS. Производитель CPU это MT6575. Это Meditech компания. Главный процессор здесь с частотой 1 ГГц, то есть 1001 МГц. Есть у нас GPU, графический ускоритель. Это PowerVX SGX530 от Imagination Technologies. Что касается экрана. Здесь разрешение 480 на 800 пикселя. Поддерживает графику ES20 OpenGL. Оперативная память у нас. Вот она даже меняется у нас так туда-сюда. 512 МГБ. Встроенная доступна для пользователя почти 2 ГБ. И камера, как мы видим, здесь 8 МП. Это реальные 8 МП. Очень радует. Итак, версия Android написана 4.1.5, но это уже, наверное, вряд ли. То есть, что касается версии Android, здесь Android стоит 4.0. Это уже оболочка выдает 4.1.5, сама оболочка. Можно провести, конечно, тесты и посмотреть, сколько баллов наберет наш аппарат. И вот у нас получились результаты тестера Benchmark. И, как видно, он набрал 3551 баллов. Из них максимально у нас баллов это CPU, центральный процессор. Гигагерцовый, в принципе, неплохо. Оперативная память набралась 454 балла. Ну и графически тоже очень хороший показатель 1192. Попробуем, я не знаю, если в этой программе возможность сравнить результаты с другими. Рейтинг. Вот у нас есть рейтинг. Здесь попробуем отправить результат. Все равно, да, ник, email. В принципе, зная результаты сравнения с другими китайскими устройствами, ну, действительно, это хороший, хороший результат. А, вот у нас есть тут показатель. Вот, то есть, у нас показатель с 3000 по 3500, грубо говоря. Вот здесь вот мы находимся где-то. То есть, это телефон уровня Xperia, Play Z1, наверное, получше. Google Nexus S, HTC Sensational XC, HTC Fire. Это уже планшетный компьютер. То есть, реально телефон показал очень хорошие результаты. Вот в этом промежутке мы, по сравнению с оригинальными какими-то устройствами, ну, находимся примерно здесь. То есть, есть телефоны, конечно же, повыше показателя, но это уже другая стихия. Они стоят в разы, в разы дороже, чем этот телефон. Далее, что касается камеры. Обещал вам показать камеру этого телефона. Запустим ее. Имеется очень огромное количество режимов съемки. Есть возможность фокусировки на разных участках. То есть, можно просто пальцем кваснуть, и телефон сфокусируется в нужном нам месте. Но сейчас достаточно плохая освещенность здесь, где мы снимаем. Но мы попробуем сфотографировать по таким углом картинку, коробку этого телефона. Таким образом делается снимок. Это совершенно стандартные настройки. И теперь зайдем и посмотрим, как же справился телефон с этим снимком. Как мы видим в режиме макро, достаточно средней такой четкости получается картинка. Ну вот в офисном помещении фотография была сделана на этот аппарат тоже. Здесь освещенность немножко получше. Но, как мы видим, вот даже вот элементарный калькулятор. Очень хорошо все детализировано. Действительно 8-мегапиксельная камера. Ну, достаточно все неплохо в этом плане. И посмотрим мы сейчас характеристики фотографии. Посмотрим информацию о фотке, сведения. И здесь у нас идет разрешение ширина 3264 пикселя, высота 2448. Если это все умножить, то получается у нас 8-мегапикселей. То есть реально фотографии получаются 8-мегапиксельные. Размер файла около 2-мегабайта. От 2 до 2,5 мегабайт всегда будет выдавать. Это 8-мегапиксельная фотография. Ну, показатели выдержки и ISO. То есть 136 ISO. Достаточно у нас темное помещение. Опираюсь вот на этот показатель. То есть камеры для этого телефона, для такого уровня. И вообще, по сравнению с другими китайскими камерами, можно поставить очень хорошую оценку. Действительно, она выдает классные снимки. Но маловероятно, что мы постоянно будем фотографировать на этот телефон. В большей степени будем его использовать как мультимедийный центр. Для этого у нас есть различные проигрыватели. Причем можно даже, есть возможность у нас запустить какую-нибудь музыкальную композицию. Сейчас мы включим. Вот у нас есть музыка. И сразу два предустановленных плеера. Просто музыка стандартная и MOBA плеер. Ну, давайте запустим стандартным плеером. Вот такая вся громкость аппарата. В общем, на самом деле, достаточно неплохо играет он. Нельзя сказать, что это какой-то китайский, опять же, динамик, как мы привыкли к более дешевых аппаратах, где он просто пищит, визжит и орет. Здесь же уже нормальный звук выдается. Также могу представить, что многие будут использовать этот телефон как ридер. Для этого есть программка. Вот у нас Moon Plus Reader Pro. Это бесплатное приложение для Android, которое, ну, одна из самых таких неплохих читалок. Она была установлена уже только что мной. Сейчас мы ее найдем. Итак, вот Moon Reader. Вынесу ее на рабочий стол и попробую запустить, открыть какую-нибудь книжку, потому что, ну, действительно, очень удобно на таком большом дисплее читать различные книги. Итак, вот у нас есть книжка «Азазель». Надеюсь, многие ее читали. Достаточно интересная штука. Сразу же, ну, у нас тут оглавление. Борис Акунин, «Азазель». И вот, в принципе, сама книга. Есть у нас просто вот такая ориентация. Это книжная. Попробуем вот перевернуть аппаратик. А, здесь, наверное, надо выбирать автоматически, да, раскладку. Ну, очень много настроек. Вот, можно повернуть. Наверное, так будет удобнее читать многим. То есть, яркости дисплея, его четкости, детализации и разрешения более чем достаточно, чтобы даже картинками наслаждаться, читать книги. То есть, действительно удобно. Если установить еще какую-нибудь хорошую программу для этого дела всего, то вообще удовольствие вы получите море. То есть, пожалуйста, вам электронная книга сразу же в вашем телефоне. Ну, и также, также, наверное, классно смотреть видео на этом аппарате. Ну, мы проведем эксперименты, запустим какое-нибудь онлайн-видео, не на YouTube, заодно посмотрим, как флеш-плеер проигрывает у нас видеоролики. Зайдем на какой-нибудь сайт, где можно посмотреть видео онлайн. Но я не буду рекламировать как бы сам сайт. Наверное, тихоря так вобью адрес. Вот у нас идет, в принципе, онлайн через интернет, видео сериала какого-то представляет Марина Могилевская и так далее. То есть, реально этот телефон, благодаря своему четвертому андроиду, благодаря большому экрану и мощности платформы, позволяет смотреть даже онлайн-видео в интернете. Что бы еще хотелось вам рассказать, показать? Ну, конечно же, конечно же, не забываем, что это все-таки смартфон, и что здесь строено достаточно большое количество разных датчиков, в том числе и GPS. То есть, установив Navitel, подключив сюда карты, можно использовать GPS. Также не забываем, что этот телефон можно использовать и для видеосвязи через не только 3G-сети, но и через Skype. Полноценный видеоскайп, разговор, причем можно включить фронтальную камеру, можно заднюю, кому-то что-то показать, если вы в зоне действия Wi-Fi, и общаться по Skype. Опять же, одно из самых лучших бесплатных средств связи через интернет. Ну, и многие спрашивают при покупке, при заказе этого телефона аксессуары. Аксессуары, какой чехол можно использовать для данного аппарата? Ну, есть целая там линейка, да, всяких разных штук, которые можно на него нацепить. В первую очередь, это вот такой вот силиконовый бампер для тех, кто не хочет заморачиваться всякими чехлами, книжками. Вот таким вот образом он надевается. Стоит он совершенно недорого, там надо уточнять. Ну, там, я думаю, если в гривнах, до 50 гривен он там стоит, этот силиконовый чехольчик. Надевается таким образом на аппарат. Это специально под него. Разрезы все для внешнего динамика, камеры, даже для антенны TV есть отдельная выемка в этом чехле. Ну, достаточно удобно использовать. И бонус этого, если назвать его можно бампером-бампер, в том, что когда вы кладете телефон на поверхность, он защищает и дисплей, потому что немножко выступает за общую плоскость дисплея телефона. Ну, это такое решение для тех, кто не хочет заморачиваться с чехлами, как я и сказал. Есть же к этому аппарату и чехольчики. Вот есть такого типа с надписью Note. Здесь специально идет наклейка, которая там 100-500 тысяч миллионов наклеиваний выдерживает. Мы снимаем ее, клеим двусторонний скотч, и вот таким вот образом он закрывается. То есть, это вот как вариант. На магнитике она идет вот такого плана. для данного телефона A9220 также классно будет использовать вот такой вот чехольчик. Чехол представлен в белом цвете. Так, бывают вообще разные цвета таких чехлов. Выполнил он из какой-то прессованной кожи, какой-то материал. Здесь можно заглянуть. Достаточно широкий он. И действительно надежно защищает телефон. Достаточно уникальный, опять же, здесь крепеж. Как мы видим, внутри он оранжевый. Это сочетание белого цвета и оранжевого. надпись Galaxy Note. Ну, это такая мягкая подложечка, чтобы телефон не царапался. И вот таким вот образом вставляется сюда аппарат. Также под камеру у нас здесь есть под вспышку разъем, под внешний динамик. Ну, и антенка также достается. Вот таким вот образом держится. В этом замечательном чехольчике телефончик. Также здесь есть разделы под, я не знаю, деньги, карточки, какие-то дополнительные разделы. Удобная вещь. Ну, и непосредственно, когда вы работаете с телефоном, вы будете держать левой рукой таким образом, видимо, чехол, и сам аппарат, а правый уже лазит тут по телефончику, нажимает на кнопочки. То есть, в целом, этот чехольчик можно назвать самым удобным. Действительно, во-первых, он защищает аппарат со всех сторон, снизу, сверху и так далее. Во-вторых, удобно работать, если вы работаете, например, с табличкой Excel или в Word-овском каком-то файле. Ну, удобно редактировать, держать в руке. Можно, опять же, развернуть его в такую раскладку, смотреть телевизор и так далее. То есть, за удобство чехольчику можно поставить отлично. Ну, в принципе, что касается в целом ощущений от этого аппарата, ну, стоимостью до 2000 гривен, телефон, ну, действительно, стоящий, извините за тавтологию, но действительно так. Вообще, из чего складывается цена телефона, это, в первую очередь, что бросается в глаза, это внешний вид, но, опять же, он очень похож на Galaxy Note, а Samsung разрабатывает хороший всегда дизайн, людям нравится. Достаточно вспомнить последних телефонов Galaxy S3. Что касается сборки корпуса, опять же, все на высоте, качественный тачскрин, качественные материалы, используется приятный даже пластик на ощупь, появляются даже вот такие вот эксклюзивные вещички, то есть, что касается аксессуаров, тоже не проблема. Далее, телефон, это, конечно же, прежде всего, особенно смартфон, это его начинка. Начинка в этом телефоне от компании Mediatek, это MTK6575 на гигагерцовом процессоре Cortex-A9, справляется с любой графикой, благодаря графическому ускорителю от Imagination Technologies, опять же, 3D-игры, Skype, видео, связь, без проблем, все летает. Ну, и, конечно же, удобство, удобство этого телефона, его эргономичность, благодаря большому дисплею очень классно работает с мультимедийными файлами и с какими-то таблицами, опять же, электронами и так далее. Ну, и, конечно же, связь. Связь аппарата. Он работает с двумя сим-карточками, они в режиме ожидания работают одновременно. Одна из них поддерживает 3G-сеть, WCDMA. Что касается других средств связи, есть полноценный абсолютно Wi-Fi, Bluetooth, GPS-модуль, передача данных средствами мобильного оператора, все это в этом телефоне присутствует. Более того, он тоже может выступать как роутер и раздавать 3G-интернет через Wi-Fi другим устройствам. Оставляет классные впечатления, действительно. Может быть, единственное там неудобство, это все-таки для некоторых размеры, потому что носить такой гаджет в кармане будет очень так, не совсем, наверное, удобно. Все-таки это уже мини-планшет, даже можно его назвать. Но, если использовать его функционал по максимуму, использовать все его преимущества, то он вам действительно поможет в жизни, поможет в работе и просто развлечет вас хороший телефончик. Интернет-портал bestandroid.com.ua благодарит вас за просмотр видео. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми обзорами, оставляйте комментарии внизу, с удовольствием ответим на них. Ну и заходите на сайт bestandroid.com.ua Там вы найдете много интересного из мира Android. Всего доброго!